Всем привет, друзья! Ну что, начну вас вводить в курс дела. У нас огромный кусок работы сделан. Я думаю, что до конца этого видео будет еще много всего сделано, но я сейчас на участке. Многое вы увидите из того, что уже прямо сейчас видите, как это происходило. Я вас сейчас вкратце буду посвящать в то, что происходит. Я, честно говоря, так рад, потому что приятно приехать. И после целого сезона резко все завертелось, потому что всю зиму и весну дом просто стоял. И такое уже создавало ощущение, ну когда, когда. С одной стороны, это хорошо, потому что деньжаток подзаработал. И, соответственно, можно все это дело воротить. Иначе, знаете, не люблю, когда просто на подсосе всегда. Это ощущение, конечно, хреновое. Здесь будет несколько партнеров. Это для особо озадаченных, я сразу говорю. Это все классные партнеры, с которыми мы и так, и так сотрудничаем. К примеру, Ковальская. Я уже про нее неоднократно рассказывал. Это я просто, чтобы все понимали, как все происходит. Бетон, если бы я покупал, то только от Ковальской. То есть других вариантов нет. Поэтому я просто решил им предложить написать. Это очень классная компания. И думаю, ну почему бы не сделать взаимный вин-вин. То есть они мне скидочку какую-то дают. Я про них еще больше рассказываю. Поэтому я надеюсь, что кому-то это поможет. Потому что для кого-то это просто интерактивные видео. Знаете, посмотрели, там порадовались за меня. Или наоборот, позлорадствовали чему-то. А кто-то сейчас прямо строит себе дом. Я просто знаю, что некоторые мои друзья прямо сейчас после меня начали строить дома. И для них это тоже интересно будет информация. И если уже начали с бетона, то давайте пройдемся как раз по тому, что будет делаться в ближайшее время. Мы сейчас делаем забор. Как вы помните, в прошлый раз мы доделали его вот досюда. Чтобы просто оградиться, надо было сделать подпорную стенку. Чтобы не осыпался на огород наш грунт. Потому что это уже соседи наши. И в прошлом году мы не тратились на вот эту часть. Поэтому пришло время теперь ее тоже доделать. Мы вот сделали опалубку, арматуру. И сюда будет заливаться уже в ближайшее время бетон. И будем устанавливать забор. Причем лицевую часть будем делать не такую, как все остальные. Здесь у нас будет скорее всего тоже не сеточка. То есть вот эти два квадрата мы уберем. Просто они были временные. Там сетку эту оставим. А вот здесь будет уже такой более красивый забор. Почему? Потому что вот эта дорога, она хоть и тупиковая. И наши соседи ею воспользовались для огорода. Я не знаю, будем мы что-то с этим делать или нет. Но тем не менее, как бы они здесь себе что-то делают. Я не хочу, чтобы они прямо возле дома нашего ходили и видели все. Поэтому мы сделаем здесь более такой непросвечивающийся забор. Лицевая сторона тоже будет красивой. Кстати, уже ворота приехали. Я вам тоже их сегодня покажу. С родителями у нас будет граничить такой более компактненький. Просто чтобы разделить территорию заборчик. Будет даже калитка, и мы будем ходить туда-сюда. Прямо сейчас у нас закладываются вот такие столбики. И размечается территория для того, чтобы бурить сваи под террасу. Вот это все будет терраса. И, естественно, тоже будет заливаться. То есть, это все разом сейчас сделается. И потом приедет миксер, даже несколько, и будет заливаться все. Почему несколько? Потому что вот здесь достаточно много будет бетона. То есть, зона под кухней, она будет залита. Сейчас здесь разровняют грунт. Я не знаю, как это будет делаться. Тоже опалубка собирается какая-то. И будет заливаться нормальный такой кусок бетона. Я уже хочу доделать фасад, установить сюда кухню. Также у нас опалубка сделана вот здесь. Это задняя сторона дома. И она будет идти вот так по кругу. Здесь у нас просто кухня будет. Поэтому я не знаю, как здесь они будут заканчивать. Но вот это все будет заливаться. И потом делаться дорожкой. Причем сейчас увидите небольшой лайфхак от Захара. Дело в том, что они сейчас с Санюточкой активно переписываются. Она взяла на себя всю стройку. Я, честно говоря, схожу с ума немножечко. И работая стройка, нельзя это тянуть одновременно. Ну, как-то у меня не получается. Я ей сказал, строй сама. И она молодец. Все взяла на себя. Кстати, очень много сюжетов сегодня от нее увидите. И он ей скинул просто такое вертикальное видео. Но я думаю, что вы поймете. У нас на части фасада будет клинкерный кирпич. Но часть кирпича, так как мы целый покупаем, как раз таки мы пустим на дорожки вокруг дома. Вот это все будет красивая дорожка. На цвет не обращаю внимания. Вот кирпич ручной формовки. И мы будем его покупать целыми кусками. Отрезать от него переднюю и заднюю часть. А вот эту часть, которая остается, мы пускаем на дорожки. И так у нас безотходное производство будет. Теперь же окна стоят уже везде, но не стоят двери. Дверей у нас будет три. Одна это вот мое помещение велосипедное. Скажем так, небольшая велокомната. У меня будет 2-3 велосипеда. Я думаю, остальные все, если что, куда-то уже буду размещать. И там просто будут инструменты, удобное хранилище для них и так далее. И две двери вот на этом пятачке. Это главная входная дверь. И также дверь в котельную. Честно говоря, с дверьми получилась такая ситуация. Сейчас вы, наверное, немножечко прозреете, как и я прозрел. От цен на двери. Дело в том, что я же ставлю себе хорошие двери. Но даже самые обычные двери, которые будут использоваться на улице, они стоят от 3-3,5 тысяч долларов. Это самый-самый вообще низ просто рынка. Конечно, в квартиры намного дешевле все, потому что эти двери не уличные. И там сразу другие порядки цен. А те, которые будут использоваться на улице, там сразу другие цены. Приехал на участок, а тут вагончик приехал. Новый вагончик. Июнь, ну хоть так. В июне заселяются к нам новые рабочие. И все опять закрутится и завертится. Новая бригада к нам заехала. Бытовочка уже установлена. Проведу небольшой экскурс. Потому что вы многого еще не видели. У нас, к примеру, стоят уже все окна. Не все еще с нужной фурнитурой, потому что будет меняться во время сдачи. Эти вы уже видели, в принципе, окна стоят полностью в кухне-студии. Вот здесь окошки. Вот так они выглядят. Вот эти, причем тоже открывающиеся и с электроприводами. То есть, чтобы вы понимали. Эти окна также будут принимать участие в вентиляции. Они будут сами приоткрываться для того, чтобы проветривать помещение. Вот здесь уже все установлено и рабочие откосы сделаны. И сейчас у нас уже будут происходить работы по забору, по наружной кухне, по уличной кухне с грилями. Я очень хочу это все установить уже. И самое главное, фасад. Вот эта команда будет делать здесь практически все. Мы долго с Захаром выбирали. Захар, огромный тебе респект. Потому что он огромнейшее количество времени потратил, чтобы найти качественных ребят, которые сделают очень классную работу. Но при этом, чтобы мы это потянули. Потому что цены что-то выросли капитально. Чтобы вы понимали, за последние полгода стоимость на металл выросла в три раза, друзья. Не на 20% за год, а в три раза. И я понимаю, что каждый раз, что бы ты ни строил, какой бы ты ремонт ни делал, всегда неудачный момент. Всегда все резко дорожает. Ну и у меня сейчас такая же депрессия. Я думаю, блин, ну почему сейчас все дорожает? Я просто понимаю, что так на самом деле всегда происходит. Ну и ладно. Все равно мы добьем этот момент. С другой стороны, радует, что металл у нас, основные работы по металлу уже сделаны. Я уже заказал силтек. Это для того, чтобы обшить дом. Это смесь, которая обрабатывается дом для фасада. И мы причем с Захаром заказали теплоизоляционный. Не надо было это делать, но это как бы перестраховочка. На кухне, как вы видите, у нас уже овощи растут. Это прикольно. Я вот этого не видел здесь еще. Но вот эти же ребята сейчас будут заливать здесь все монолитить. И я наконец-то после фасада поставлю кухню, как хочу в этом году это сделать. Просто у меня Бройл Кинг уже столько там стоит. И так хочется им пользоваться. До конца этого года надо по-любому что-то сделать. И возможно даже Новый год здесь отпраздновать. Я бы очень хотел арендовать сюда пару биотуалетов. И просто в том, что есть, отпраздновать Новый год. Заехали на участок снова. Посмотрим, что здесь. Итак, мы уже и забыли. А у нас оказывается есть погреб. И его надо засыпать. Но его потихонечку засыпают. Здесь тоже свои нюансы с этим связанные есть. И уже делают опалубку на отмостку. Под кухню тоже засыпается земля. Здесь будет делаться опалубка. И заливаться бетоном уже очень скоро. Вот до сюда пока что дотянули опалубку с этой стороны. Ну и сняли часть забора. Вот так это выглядит. Сейчас траншейка уже разрыта. Будет устанавливаться опалубка. И заливаться под забор фундамент. И впервые я в нашей спальне уже с окнами. Вот такой у нас вид замечательный. Вот там будет эксплуатируемая территория. Но я думаю это будет либо террасная доска. Либо зеленые насаждения. Посмотрим. А вот это постоянно используемая терраса. Вот. А ручки нет. Потому что электропривод и вентиляция будет. Сейчас будет сюжетик от Анюточки. Но я буквально вкратце веду вас в курс дела. Мы совсем забыли о том, что у нас здесь был огромный подвал. Прямо как бункер. И его пришлось полностью сносить. Короче было очень весело. Его рубили долго. Для чего это делалось? Для того, чтобы проложить траншею под тепловой насос. Там будет стоять модуль. Блок главный. Потом мы через фундамент зашли вот сюда. И собственно прорубились в котельню. Но я вам скажу, что вот это все это не дом еще. То есть у нас вы помните был фундамент изначально. Просто куб. Это часть просто того самого подвала. Который здесь был. Не подвал, а погреб. Вот. Это все будет заливаться. Сначала магистраль прокладываться. И потом уже заливаться. Всем привет. И вы подумаете, что я сейчас буду говорить про деревья. Так как у меня камера. Но нет. На самом деле Саша очень занят. И он например сейчас едет в Чернобыль. Недавно вернулся с Грузии. И после Чернобыля у него еще несколько городов. Поэтому стройкой занимаюсь теперь больше я. Я езжу чаще на участок, чем он. Я отслеживаю. Я переписываю с Захаром. Решаем какие-то вопросы. Потому что реально Саша не успевает сделать все. И так как летом активно начались у нас какие-то работы на участке. Поэтому я буду как главный. Я не знаю как это назвать. В общем буду помогать насколько смогу. У нас сегодня 22 июня. И вот что мы имеем на данный момент. И вам в нас средство достался бункер. Реально бункер. Потому что столько арматуры в плиту для этого. Для погреба. Это они конечно постарались. Ребята уже второй день раздолбывают. И раздолбать не могут. Вот сейчас мы это все дело раздолбаем. Засыпем. И зайдем теплокоммуникацией для теплового насоса под фундаментом внутрь котельной. У бабушки на даче, да? Да. А ты что ищешь? Я обычно. Сжималость ищешь, да? Да. А тем временем у нас строится дом. Июнь, жара. На улице 27 градусов. Дети пытаются выжить как могут. А стройка тем временем идет. Сейчас конец июня. И мы только вот недавно начали что-то делать на стройке. Это печально, но и радостно. Потому что наконец-то что-то делается. А печально, потому что всю весну, во-первых, у нас были месяца, когда каждый день шли сильные дожди. Фасад делать во время сильных таких дождей нельзя. Ну и еще мы столкнулись с удорожанием почти всех материалов. Некоторые в два раза, некоторые в три раза. Подорожали работы. Знаете, такое впечатление, что все люди, они начали строить дома. Огромные очереди даже на специалистов хороших. Поэтому все немножко движется не так быстро, как нам хотелось. Но мы рады, что что-то происходит. Вот на данном этапе мы делаем мостки, мы делаем тепловой насос. И буквально сегодня или завтра нам привезут ворота. И к вопросу о подорожании материалов, например, мы сменили некоторые материалы забора, некоторые материалы фасада, торпинок, дорожек. То есть все-таки это сказалось чуть-чуть на нас, но будет очень красиво. Мне даже кажется, что будет лучше, чем изначально было задумано. И по поводу территории скажу, что мы здесь все уберем. Здесь не будет больше песка, здесь не будет никаких веток. Причем это ветки не наши, мы их просто уберем. Не знаю, кто их сюда бросил. Будет красивая травка, возможно, мы посадим еще какие-то елочки. Наша задача, чтобы здесь напротив дома было очень уютно, очень чисто, красиво. Чтобы люди, когда будут гулять мимо, они посмотрели на дом и видели, что вот рядом все-таки люди не только о себе подумали, а ухаживают вот за всей этой территорией. Мы просто без ума от этого леса, потому что, несмотря на то, что он небольшой и граничит с трассой, которая ведет в Киев, иногда оттуда приходят дикие животные. Тут видели мы прямо напротив участка гулял лось, иногда косули, лисички, зайчики, белочки. Наша задача его оставить таким, какой он есть, охранять его, ценить его. И, естественно, когда здесь приезжают люди на пикник и устраивают всякие кострища, там гулянки, иногда мы подходим, просим их убрать за собой, чтобы они обязательно потушили костер. Иногда, если мы не успели, просто убираем этот лес. Вот родители Саши, Сергей и Ольга, они здесь уже много лет убирают за всеми мусор. Огромный им респект, но было бы круто, ребят, если бы вы сами за собой убирали, а не те люди, которые живут рядышком и пытаются хоть как-то этот лес сохранить для этих животных, которые приходят сюда иногда погулять. К нам приехали лиса. Вдруг кто не знает, что это такое, сейчас все увидите. К нам только что приехали лиса, мы их взяли в аренду. Они будут устанавливаться по периметру всего дома и будет делаться уже, наконец-то, фасад. Только что я вышла из дома. У нас в доме 27 градусов. Это при том, что кондиционер работает в одной из комнат. И я решила проверить, что же он покажет в доме нашем. На улице сейчас 34 в тени, на солнце 45. И это при том, что у нас нет двери, и отсюда заходит горячий воздух. Итак, момент истины. 28 градусов. Хочу напомнить, что на улице сейчас 34 градуса в тени и на солнце 45. Вот это вот все. Наши ворота. У нас уже приехали ворота. И с воротами ситуация интересная. Конечно, когда они будут устанавливаться, я вам расскажу про них подробнее. Однако, про сам выбор. Изначально мы считали просто самодельные ворота стальные. Потом, когда начали уже более подробно разбираться в этом всем, я понял, что стальные дешевле, конечно. И их можно было бы ставить. Но хотелось хорошее. Опять же, я строю дом не на продажу. Я строю его надолго для себя. И было принято решение делать алюминиевые ворота. Это намного дороже, сразу вам скажу. Но алюминий не подается коррозии, как сталь. И, соответственно, вот у Захара стоят стальные ворота. И он говорит, я стабильно каждый сезон их подкрашиваю. Потому что они берутся коррозией. Их там ведет. Они тяжелые очень. И, короче, это все не очень хорошо. Поэтому мы нашли, выбирали из нескольких компаний. Остановились на воротах Алютех. У нас их представляет компания Алюмикс Украина. Алюмикс Юэй. Вы можете по ссылочке на всех партнеров, которых я упоминаю, заходить. Почему? Потому что это как бы ворота, которые как раз таки, как по мне, я пообщался с другими ребятами, является наилучшим соотношением цена-качество. Вот это для меня прямо важно. То есть, это не самые дорогие ворота, далеко не самые дорогие. Но при этом, конечно, можно было бы взять чуть-чуть лучше в каких-то там параметрах. Но это цена-качество прямо идеальный вариант, как по мне. Опять же, никому ничего не рекомендую прямо бежать и с закрытыми глазами после моего видео покупать. Погуглите, почитайте, подождите видео, когда мы их установим в любом случае. Но несколько моментов я уже сразу хочу озвучить. Это, по крайней мере, отношение компании к своей продукции. Они сюда привезли конструкции. Вот эти. Это части ворот, которые потом будут собираться, они их будут собирать. Вы бы видели, как они переживали, чтобы нигде случайно ничего не заделось, не поцарапалось. Как они упакованы, классно. И они прямо ходили, каждому за ручку брали и говорили, вот, пожалуйста, аккуратненько, аккуратненько. Отношение компании прямо зачет, серьезно. У меня здесь и электро, всевозможное оборудование, потому что все это будет с пультика открываться. Я очень хотел себе именно такие ворота. Потому что я точно не хочу подъезжать и вот это выходить, что-то там разгребать, доставать. Не, они должны в бок съезжаться, чтобы даже если снега навалило, чтобы не надо было полную там расчищать себе площадку. Если срочно надо выехать, к примеру, конечно, чистить я буду. Поэтому у меня хорошие алюминиевые сдвижные ворота максимальной длины. Потому что у меня будет заезд на две машины. Там, по-моему, максимально в алюминии можно до пяти метров делать. Это как раз-таки столько, чтобы под наш навес заезжали одновременно две машины. Ну, естественно, заезжать-то будут по одной всегда. Но, тем не менее, я сделал сразу побольше. И калитка тоже будет от них. Я не знаю, как это правильно называться. Должно, но это калитка, хвирточка в моем понимании. Тоже от Алюмикс они будут устанавливать. Это все алютеховское изделие. Когда будет ставиться, определенно вам подробнее расскажу. Потому что многим это будет интересно. Я уверен, что участок очень сильно преобразится, когда будет фасад сделан с забора. Ну и, конечно же, фасад здания. Кстати говоря, про ворота. У меня недавно такой случился разрыв просто шаблона. Вы же помните, я не хочу делать вот такие высоченные каменные заборы, ворота. Если бы можно было в нашей стране, я вообще делал бы чисто символический забор. Серьезно. Но надо все-таки быть реалистом. И даже сейчас у нас уже были случаи, когда отсюда что-то таскали прямо из дому. Потому что, ну, контингент такой. Я уже про это рассказывал. Забор должен быть, но он у меня будет относительно невысокий. Главное, красивый. То есть, люди, которые будут проходить или проезжать по улице вдоль нашего забора, они не будут раздражены его визуальной составляющей. К чему я веду? Один из ЖК в нашем городе был построен по их нормативам. И территория была облагорожена. Я видел просто такая вот евросеточка, еврорабица. Это красиво. То есть, вроде территория огражена, но при этом она воздушная. Она не создает никакой такой тяготеющей нагрузки визуальной. И когда ты проезжаешь мимо дома, ты видишь дом, красивый там фасад. Более того, на первых этажах чаще всего какие-то услуги. Предоставляются там кафешки, парикмахерские и так далее. Там магазинчик. И это все там есть. И тут я еду недавно, смотрю, они тот забор с фасада сносят. ЖК, это не частный дом. И устанавливают огромный из профнастила забор. Это просто такое ублюдство, серьезно. Если бы я был жильцом, Саня вот говорит правильную вещь. Говорит, я бы на митинг вышел, я бы просто стал и не дал бы никому ничего стелить. Я, конечно, не буду своими правилами туда лезть. Делайте, что хотите. Может быть, кто-то оттуда меня смотрит. Но это такой стыд, серьезно. Я бы просто съехал. Я, кстати, из-за этого и продавал квартиру. Потому что вкусы людей вроде с ними и не спорят. Но ты смотришь на это и думаешь, в каком каменном веке живут эти люди. Это насколько надо быть бестолковыми. Более-менее еще красивый дом в лесу. Отгородить просто профнастилом там в два с чем-то метра. Серьезно, я проезжаю. С одной стороны, ржать хочется, потому что, ну, не буду про них плохо. А с другой стороны, печально. Ведь они же портят внешний вид всего города. Фасадную часть. Зачем это делается? Я так думал, может быть, чтобы пыль не летела. Но это же только на первый этаж налететь не будет. И там от шума это только первый этаж будет избавлять, возможно, какого-то. А с другой стороны, там же магазинчики. Все вот эти зоны для услуги. И они же, наверное, рекламки свои еще потом поверх забора понавешивают. Короче, серьезно. Это очень-очень грустно. Поэтому я, конечно же, к этому подхожу максимально аккуратно. Я хочу, чтобы забор продолжал дизайн моего дома. Я взял с собой фонарик и хотел бы просто небольшую вставочку сделать, подлиться с вами кое-чем. Спускаемся в мой подвал. Это пацанская берлога. Прям совсем прохладно. И, друзья, смотрите, какое это помещение. Огромное. Ну, вы знаете, зачем я его делал. Это пацанская берлога. И я понял, что я здесь буду делать проектор. То есть, какая-то стена вот типа этой будет с экраном, который опускается. И проектор на 100-130 дюймов. Просто я сейчас на кедре такое обозреваю. Я понял, насколько это круто. Будет стоять где-то на полочке. И когда мы все соберемся там повисеть, посмотреть кинцо какое-то. Вроде красивые будут стены, а потом опускаешь экран. И тебе не надо ни телеков больших, ничего. Здесь, естественно, всегда темно, когда выключаешь свет, потому что окон нет вообще. И, соответственно, это идеальное место для того, чтобы смотреть что-то на проекторе. Кстати, вот прямо сейчас у нас несколько дней температура была сначала 31-32, а вчера было 38. И это очень жарко. На улице было находиться невозможно. А в доме достаточно прохладно. И это учитывая то, что сейчас внизу двери открыты. Здесь реально комфортно. Без кондиционеров, без всего. И вот тут я понимаю, что керамоблок, блин, это охренеть хорошо. Ну, серьезно. То, о чем нам говорили, сейчас я могу это чувствовать. С открытыми дверьми тепло постоянно поступает сюда. Но все равно здесь температура намного ниже, чем на улице. Здесь прямо комфортно. Как видите, нам еще леса приехали. Леса на 200 метров квадратных. И их устанавливают то тут, то там. То есть, леса уже стояли вот на этой части здания. Дом достаточно высокий. Нам леса предоставила компания BootProCat. Мы с ними давно общались. И я не знал вообще, пригодятся нам леса или нет. Пригодились. У них, кстати, вы можете и другое оборудование себе строительное заказать, арендовать. Они все сделали очень быстренько. Только договорились, привезли. И цены вполне адекватные. И ребята привозят все на нормальных машинах, брендированных. Я в описании оставлю ссылку на BootProCat. Если вам необходимо строительное оборудование, можете к ним обращаться. У них есть 9 отделений по Киеву. Работают они по всей Украине. И продукты есть всегда в наличии. То есть, если вам необходимы, к примеру, леса, чтобы провести какую-то косметику. Потому что, ну, все-таки это время от времени делать надо. Можете смело к ним обращаться. Сейчас вот такая ситуация происходит. Сверху стоят леса. И, как видите, уже дом отделывается специальной сеткой. Я хрен знает, как она называется. Возможно, кто-то потом расскажет. Потом все это дело будет уже обшиваться специальным раствором. Ну, делаться фасад. То есть, начали производиться фасадные работы. Ну, и про Ковальскую я вам уже рассказал. А у них же есть еще и компания Силтек. И, естественно, мы не искали ничего другого. Мы сразу к ним пошли. Силтек взяли хороший раствор. Изначально, кстати, у нас другой был. Но Захар настоял, чтобы мы взяли именно ПМ-115ПРО. Он говорит, все хорошо. Но этот еще немножечко теплоизолирующий. То есть, говорит, уже теплопросчеты отличные. Но почему бы не перестраховаться? Тем более, разница в цене там не такая прям огромная. Поэтому мы его заказали. Это пока что не все. Будет намного больше. Но вот на ту часть, которая сейчас необходима. Мы его используем. Сейчас снова тот момент, когда каждый день сюда интересно приезжать и наблюдать за этим всем. Потому что каждый раз что-то новое визуально именно происходит. Мне уже хочется прям увидеть, как эти столбики под террасу будут готовы. Со временем, когда вот это все уже здесь облагородится. Я надеюсь, что до конца года мы все-таки закончим полностью с фасадом. С забором. Я надеюсь, что сделаем даже септик. Все по теплокоммуникациям по воде. Потому что там еще воду надо перенести чуть-чуть. В идеале столб еще перенести. Я хотел бы устелить здесь газон и заказать батут. То есть, кроме кухни, которая будет вот на той террасе, у нас здесь будет еще и батут. Я хотел бы даже, ну не знаю, в следующем году 100%. Но в этом было бы тоже прикольно попрыгать уже. А газон будем делать рулонный. Потому что я посмотрел, как это происходит. Обычный высаживать, мне кажется, намного сложнее. Его надо долго ждать, пока он подрастет. По нему определенное время вообще ходить нельзя. А рулончики выстелил себе. Сразу все выглядит красиво. Выровняем участок и все будет отлично. И я надеюсь, что к концу этого года у нас все снаружи будет уже прямо практически на финальной стадии. Мы будем приступать к внутренней отделке. Кстати, заметьте, как у нас деревья быстро выросли. Эта Анюточка будет заниматься всем этим делом. Но когда мы заезжали сюда, покупали участок, то они были меньше, чем вот это. А эти два уже прямо такие полноценные. Вот тут уже каркасы лежат под сваей, под террасу. Решили просто мимо проехать участка. Посмотреть, как там дела. И попали на миксер, который к нам приехал. А я и не знал. Тут у нас прямо эти столбики уже залиты под террасу. Посмотрите, какие они немаленькие, как оказалось. Причем уже все. И заливается бетон прямо в забор. Да, у нас опалубка наполняется уже отлично. Следующий день. Столбики уже подсохли немного под террасу. И сюда уже устанавливают снова леса, чтобы наружку доделывать сеткой. И фундамент под забор уже с этой стороны полностью готов. Аж до самого финиша. Причем стоят столбики сразу же. Скоро будут делать забор. А вон там, вы можете слышать, сейчас происходит вход в коммуникации мои. Потому что будет тепловой насос заходить. Так, друзья, немного покажу вам коммуникации под тепловой насос. Вокруг дома уже дорожка вот такая залита. Не только опалубка, а уже отмостка сделана. Собственно, уже даже конструкции снимают. Ну, не до конца еще не на все хватило. Но, тем не менее. Далее, наконец-то, устанавливается опалубка. В ней уже установлена под кухню. Вот это я очень сильно жду. Самое главное, то, что у нас здесь делается фасад. Силтек укладывается. И вот это прям меня очень сильно радует. Дом преображается на глазах. Ну, друзья, только что позвонил Захару. В принципе, нехорошие новости у меня также есть. Потому что нам посчитали тепловые системы. И они вышли конских денег. И я столько не буду платить. У меня просто столько нет. Котельню мы сделаем. У нас есть проект. Но в данном случае обращаюсь к вам. Возможно, кто-то есть из компании. Или у кого-то знакомый есть. Кто занимается разводкой вот этих батарей, воды, водоподготовкой. Теплые полы и так далее. По проекту существующему. Кто мог бы осуществить все работы. Обязательно пишите. Предлагайте. И-мейл есть в описании к этому видео. Сейчас очень много всего будет необходимо. И по заборам. И по всему-всему. Поэтому обязательно обращайтесь. Потому что все, как вижу, я потянуть не смогу. Отмостка уже полностью сделана вокруг дома. Вот этот квадратик доделали. И самое главное. Уже поезд сделан из бетона под нашу кухню. Под барбекюшную. И вот здесь завтра будут трамбовать. Потом щебень. Две сетки. И 15 сантиметров бетона будет еще. Вот отмостка выглядит с этой стороны. А вот здесь, вы помните, еще недавно показывал. Был подвал, погреб. Его уже разбили, засыпали. А здесь сделали вывод под тепловой насос. Здесь все было разрыто, как вы помните. И его заводили вот сюда. Сейчас уже не видно. Потому что его завели. И залили отмосткой. Вот как внутри теперь выглядит этот вывод. Я понимаю, что темно, друзья. Но как есть. Вся подготовка уже сюда проведена. И это наша котельня. Яблочки. Там яблоко. Да. Возможно, ты покушаешь в этом году яблоки. 7 июля. Надо на всякий случай даты говорить. А то потом я запутаюсь, что и где было. Залили зону под кухню. Вот это меня прямо радует, друзья. Все. Теперь я уже точно знаю, что летнюю террасу можно будет сделать. И, возможно, Новый год мы здесь сможем отпраздновать. Если будет гриль-зона здесь. Если мы сделаем хотя бы один туалет. Даже вот такой просто оставим здесь. То, я думаю, друзья найдутся, которые со мной здесь будут висеть на Новый год. Теперь пройдусь по нашей отмостке. Здесь еще, правда, ничего не делали по этой стороне. Но вот с этой стороны леса уже стоят. И, соответственно, здесь дом обшивается. Как видите, уже сеточка готова. И частично уже даже заштукатурена. Причем, как вижу, вот это буквально только что. А еще восьми утра нет, если что. То есть ребята прямо работают с самого утра. 13 июля у нас создается подпорная стеночка к родителям. Вернее, как создается? Она укрепляется. Она у нас была изначально, но она старенькая. Она не очень большая. Соответственно, ее сейчас укрепят. Ну и потом мы просто уже впоследствии доделаем нормальный заборчик. Вообще вот этот домик мы планируем снести. Сделать общую мастерскую. Здесь вот это все снесется. Но пока что делаем подпорную стеночку. А с задней стороны уже полностью леса установили. Соответственно, я думаю, что с завтрашнего дня будут конкретно приступать к этой стороне уже. Сейчас момент будет интересный очень. Надеюсь, что он чем-то хорошим закончится. Не делайте так, как я. Я когда получал технический паспорт на дом по проекту. Мы там даже кое-что правили. Мы не сделали, ну вернее я не сделал еще одну вещь. Я не дал запрос или, как оно называется, про начало строительства. Что-то такое. Уведомление о начале строительства. И это надо было тогда сделать. Но был карантин. И тогда оно все работало. Ну короче, и я поленился. И тогда не хотелось ходить по кабинетам. Оно работало там сколько-то часов в день. Я решил, что потом сделаю. В общем-то потом наступило сейчас. Я дал заявку в ДИЮ. Сейчас появилась возможность это все онлайн сделать. И мне только что позвонили из архитектуры. И говорят, вы знаете, у нас есть информация о том, что вы уже начали строительство. Я говорю, ну да, начал. Вот такая ситуация была. Как бы я получил паспорт. Самое главное. Но готов понести ответственность, что будет. Вот сейчас приедет человек из архитектуры. И будем решать, что же будет. Я очень надеюсь, что это просто будет штраф. Я понимаю, что он даже не маленький, скорее всего. Но что не будет каких-то тягомотин непонятных с этим всем. Сейчас, короче, увидим. Но точно не делайте, как я уже заранее вам скажу. В общем-то был только что человек очень адекватный. И расскажу вам, что надо делать. Если вы начинаете строительство, вам надо, если это обычный частный дом, дать свои намерения о начале строительства. И буквально на следующий день вы можете начинать стройку. То есть вы ничего не платите. Это просто такая очень легкая процедура. Я этого не сделал. Тогда еще ДИИ не было. Но все равно это можно было сделать. И там меня чуть поводили в заблуждение. Конечно, если бы я разобрался, то я бы все сделал правильно. Я не сделал правильно. И тут уже штраф около 10. Ты там где-то 9 тысяч грейн. Что-то около такого. Но на этом все не заканчивается. Дело в том, что по паспорту у меня 3 метра от углов дома должно быть выдержано. И вот здесь самое интересное. Вот этот угол до того, как я не обшил дом, он почти 3 метра. Тут 2,92. Ну, здесь обшивки не очень много будет. 2,92. Ну, это, в принципе, там пару сантиметров. Он говорит, все мы люди можем понять. Но дальше самое интересное, что связано с многими факторами. Вот этот угол у меня находится от забора метрах в 4. То есть вот угол. И здесь где-то метра 4. Но теперь смотрите. Вот тот угол дома должен быть к забору на расстоянии 3 метров. А там сейчас 2,20 где-то. Почему так произошло? Дело в том, что изначально вот этот забор, который стоял, он отдавал часть моей территории соседям. То есть он должен идти вот здесь параллельно дому, вот как здесь, и только там закругляться. А он сразу шел ровненько и срезался. И, соответственно, к тому моменту, где заканчивается дом, у нас получилось 2,20. Это еще одно нарушение. Но фишка в том, что штрафы не суммируются. Это все официально. Там просто градации штрафа. Не подал заявление, заплатил один штраф. Есть еще отклонение от техпаспорта. Заплатил другой. И, кстати, техпаспорт мне именно в нашем горосполкоме сделали неправильно. То есть Захар дал правильные данные, а они сделали неправильно. Ну ладно, там около десятки будет, короче, штрафа. Но с другой стороны, я, во-первых, думал, что за эти нарушения будет больше штрафа уже. Хотя нарушений быть не должно было. Если мы забор бы сейчас сделали, как он должен быть по проекту, мы бы просто забрали часть огорода у соседей, они были бы против. Но это было бы по закону. То этого штрафа не было бы. То есть я нигде не нарушил. Я просто отдал часть территории, по сути, им. И это уже не считается. То есть если есть мой забор, то расстояние мерится по нему. Вот такая вот ситуация. 15 июля. У нас уже кухня начала заделываться. Как видите, вы увидели в этом видео, и пол сделан уже здесь. И стеночка вот уже делается. Буквально сегодня ее сделали. И начали заднюю часть уже обшивать потихонечку. Полностью сеткой обшили. Завтра будут штукатурить уже. Ну и подпорочка между нашими участками тоже уже готова. Вот старую укрепили таким образом. И здесь будет забор между нашими участками. На участке сняли лицевую часть забора. И будут уже готовить новый забор. Соответственно, в ближайшие несколько недель у нас будет и забор, и фасад уже будет доделан. Ну, по крайней мере, заштукатурен. Уже заказали кирпич, Захар написал. Тот клинкерный кирпич, которым будем резать, и который будем на фасад пускать. Заказали дерево. Да, что-то будет позже, что-то раньше. Но в течение нескольких месяцев фасад полностью будет готов. Вот такой сейчас вход у нас между участками родительским и нашим. И, как видите, сейчас на нашем еще нечего собирать. Никакого урожая нет, косить нечего. А газонокосилка есть, но у родителей дом уже построился достаточно давно. Поэтому у меня просто руки чесались очень сильно попробовать газонокосилку Керхера, которая у нас есть. Я решил прийти и опробовать ее. Вот такая замечательная штука. Сейчас вам расскажу про нее подробненько, чтобы вы знали, что это за зверь такой. Ну, во-первых, это электрогазонокосилка, не бензиновая. Вот здесь у нас есть аккумулятор. Причем у меня таких два, потому что есть и бензопила, и газонокосилка. И все это дело можно менять. То есть, если больше нужно для газонокосилки, можно взять два аккумулятора. Здесь, кстати, ключик есть. Его можно забирать, чтобы дети случайно там не завели ее. Но на самом деле все достаточно безопасно. Здесь есть, можно подумать, коробка передач пятиступенчатая. Но нет, это подвеска, это пневмоподвеска. На самом деле, таким образом вы выбираете, как много будете косить травы. Вот это вот под ноль практически. Я сейчас начну с троечки на среднем уровне. Почему? Потому что хочу показать, как собирается вот этот резервуар. То есть, смотрите, его можно снять, причем одной рукой снимается он. Это для того, чтобы скосить много травы. Вот сейчас она подросла. И я сначала буду использовать его. Но вообще, можно использовать также и просто такой выхлоп есть специальный. Там, если вы буквально чуть-чуть скашиваете, то вставляется сюда другая насадка. Очень прикольно здесь реализованы крепежи все. Потому что не надо ничего защелкивать особо. То есть, вы подняли крышку, на петли посадили. И потом, когда крышка опускается, она сама все захлопывает. Также и вот здесь есть клапан, который просто от естественного потока воздуха, когда вы его включите, будет поднятым. Потому что туда происходит надув. Но как только он опустится из-за того, что забито уже все травой и воздух не выходит, надо будет его очистить. То есть, вы все видите. Это как естественный такой датчик. Также очень круто. Можно подстригать траву прямо возле бордюров. Есть вот такие бортики. Видите, они уже даже чуть-чуть покошенные. Потому что, ну, папа у меня уже давно ей косит. На самом деле, мне не дает. Это как игрушка, чтобы вы понимали. На самом деле, очень классная игрушка. Потому что косить теперь очень легко и быстро. И на одном заряде можно до 650 квадратных метров скосить. Да, потому что все зависит от погоды, от травы, от ее жесткости, от высоты, которую вы косите. Но это достаточно большие объемы. А потом вы просто зарядили батарейку и пошли дальше. Также здесь есть регулировка по вылету. Можно вот такие штучки достать и, к примеру, опустить ручку. Можно угол наклона менять также. Все сделано для людей. Это не бензиновая газонокосилка. То есть, все еще и экологически чисто и, опять же, практически бесплатно. Причем, пока вы не устали, возите сами. А когда устали, можно нажать на кнопочку газа. И она сама поедет. Но при этом будет тратить намного больше энергии. Это как в игру превращается. И газон такой скосить, это прям удовольствие. Тем более, делать это надо далеко не каждый день. Посмотрите, как работает. Вот я по центру пройдусь специально, чтобы было видно. И просто зацените, как в неудачной шутке, когда по голове машинкой прошлись. Так, сейчас заведу специально. И смотрите, клапан перестал подниматься. Это значит, что здесь все заполнено и воздух уже не проходит. Соответственно, надо снимать весь этот... Ого! Вот так. А я так понимаю, что это же можно использовать куда-то, да? Не знаю. Ну, кому-то на корм. На корм, да. Детям. Вот такая насадка есть, которую вставляешь. Она защелкивается. И дальше она будет просто все распылять сама под себя. Если вы косите траву достаточно часто. То есть, если у вас она чуть-чуть вырастает, можно не собирать ее в мешок. А просто она будет таким маленьким слоем в качестве перегноя падать сюда. И то же самое, кстати, происходит, когда роботом-косилкой вы работаете. Там нет никакого мешка. Соответственно, он просто едет регулярно. И как робот-пылесос, по чуть-чуть, по чуть-чуть убирает. Кстати, аналогия с пылесосом хорошая. Потому что большим пылесосом можно собрать огромное количество мусора. А робот-пылесос сделан для того, чтобы просто регулярно собирать пыль. И при этом в доме всегда поддерживалась частота. То же самое и с газонокосилкой. Вот эту можно использовать и для мелкой травы, и для высокой. Ну, если надо скосить прямо много. А робот будет выезжать, когда мы его запрограммируем. Когда, к примеру, у нас нет дома. Или там по вечерам. И спокойненько себе чуть-чуть подкашивать траву. Чтобы снимать верхушку, это значит, трава после того, как вы ее скосили. Вот как у нас там, она чуть-чуть выросла. Соответственно, мы опускаем сейчас газонокосилку в самый низ на единичку. И посмотрим, как она работает. И высыпается очень мелкая верхушка травы. И она работает еще и как удобрение для нашего газона. При помощи 5-ти регулировок газонокосилка может стричь траву от 20 до 70 миллиметров. А ширина среза составляет 46 сантиметров. Объем травосборника 55 литров. В принципе, для вот такой полянки этого достаточно. Ну, один раз пришлось выкинуть. Вещь реально классная. Если бы надо было одну выбрать, я выбрал бы именно такую. Потому что все-таки робот-газонокосилка, это такое уже дополнительное удовольствие. Ведь никто не скажет, что робот-пылесос это основное средство уборки в большом доме. Нет, это как дополнительный комфортный способ, чтобы облегчить жизнь. Вот триммер, это в принципе важная вещь. Но тем не менее, если бы надо было одну купить, я бы купил нормальную электрогазонокосилку. Вот эту на участок по типу нашего одного заряда хватает с головой. Напоминаю, что Керхер это наши друзья и партнеры. Они нас неплохо так снабдили. Если вы захотите что-то приобрести, обязательно переходите по ссылке в описании. Смотрите ассортимент. Я уже много раз пользовался и мойкой, и вот газонокосилка здесь в работе. Я-то первый раз сегодня, но она здесь уже работает достаточно давно. И электропила у нас есть, которую мы целое дерево там разрубили у нас на участке. Короче, техника пока что очень нравится. 19 июля. Вот наш заборчик, который был сделан уже давненько. И вот продолжение его. Опалубка уже построена. Завтра будут заливать бетон. Это лицевая часть забора. Вот так скоро будет забор стоять. Кухня потихонечку доделывается. Вот сегодня уже замазали вход в велосипедную. Что сзади? Сзади пока что ничего, только сетка. Но это буквально вопрос нескольких дней. То есть леса стоят, вот-вот начнут и здесь штукатурить. Я знаете, сейчас о чем мечтаю? Чтобы вот это вот доделалось поскорее. И так хочется поставить кухню уже, потому что ей даже плитка на пол заказана. И к осени, когда оно там будет готово, сделать какую-то большую вечеринку в честь открытия патио. Пригласить нормальных ребят, которые шарят с газовыми грилями работать, чтобы и нас сами научили. Пригласить друзей дофига и сделать такую мясную вечеринку. Но, кстати, заехал я не просто так, потому что сейчас, буквально часа два назад, закончился ливень. И Киев плавает. То есть машины по крышу плавают. Вот Вышгород, он поэтому и называется так, потому что он выше города, выше Киева чуть-чуть. Но интересно было, как здесь дела обстоят. И у нас все очень хорошо впитывается, и нигде луж нет. По участку, видите, все ровненько, все достаточно сухо, никаких проблем. Нашли значок только что в раскопках наших. Ленин, надо срочно декоммунизировать. Так, вот здесь у нас заканчивается фундамент. Вот есть узелок 1, это отметка. Потом здесь нет фундамента и узелок 2. Это сделано для калитки и для ворот сдвижных. То есть это у нас 6 с чем-то метров. И вот ровно как раз под наш навес будет такой съезд ворот. И я туда буду заезжать. Ну и заходить, собственно, калитка будет как раз вместо вот этой. 21 июля. Каждый день что-то происходит. И сейчас Вам покажу очень классные изменения. Вон, посмотрите, как провода шли через мой участок. И я про это говорил давно. Мы сделали вот столбы. И на них будут перевешивать эти провода. Теперь они стоят за моим участком. И получается, через него вообще не будут идти провода. Это очень-очень круто. Ну и также посмотрите, забор продлили. Залили уже фундамент под лицевую его часть. Стоят столбики под мой забор. А значит, скоро и забор будем делать, и ворота уже ставить. Так это все выглядит культурненько. 23 июля. Про деньги, как всегда, думать очень не хочется. И говорить про это не хочется. Поэтому я, друзья, в очередной раз хочу поблагодарить всех партнеров, которые подвязались со мной. Это Ковальская, Силтек, это Вингхаус. Многие-многие другие. Я сейчас не хочу никого принизить тем, что я не вспомнил. Но просто не хочу полчаса на это тратить. Но для подписчиков, просто чтобы Вы понимали. Если бы не они, я бы давно загнулся. Потому что, если бы не скидки на штукатурку, хорошую, офигенную. Я бы до этого момента не знаю, когда дошел. Потому что цены поднялись. Просто капец. Но теперь про хорошее. Моя кухня уже практически готова. То есть здесь все уже сделано. Здесь заказана уже плитка. Я думаю, что в октябре, максимум в ноябре, здесь будет стоять мебель кухонная. Заметьте, что у нас уже делается штукатурка задней стены. Финалочка пошла. Больше половины задней стены уже сделано. А еще историю прикольную вам расскажу. Вот здесь была дырочка. Вон от нее остался след. На предыдущих кадрах вы могли ее видеть. И дело в том, что мы ее не заделывали, пока там гнездились птенцы. А недавно они улетели. И мы, короче, заштукатурили ее. Просто, ну, было бы некрасиво. Они там себе дом устроили. А фиг ли я здесь со своей стройкой к ним пришел. Но текущее состояние дел мне уже нравится. Потому что дом уже весь приобретает какой-то такой завершенный внешний вид. И до конца года фасад будет готов. Чего бы это ни стоило. И заметьте, уже начинают перекидывать провода. То есть, вот наши освеженные столбы, которые стоят за участком теперь. И будет вот такой один провод. Уже его кинули. Осталось только подключиться к нему. То есть, не будет вот этого всего мотка, как видите. А будет один проводочек. Очень-очень красиво выглядящий, как по мне. Ну, по крайней мере, он не отвлекает внимания на себя. И из окон у нас не будет вот этого всего. Этот столб заберут. Вот фундамент уже застыл. Вот у нас новый столбик появился под калитку. И, соответственно, вот отсюда будет въезд под навес для автомобилей. Ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Как раз у меня горло подсело немножечко. Я думаю, это самое время. Дело в том, что дом полностью отштукатурен. И теперь я могу с чистой совестью закончить это видео. Потому что дальше у нас уже основные фасадные работы будут вестись. Будет клинкерный кирпич, дерево, композит. Уже будет визуальный вид финальный приобретать дом. Но это уже в следующей серии. На данном этапе у нас стоят окна. Дом отштукатурен. Сделана подготовка под тепловые коммуникации. И потрачено просто овер до хрена денег на это все. Но пока что в минус не ухожу. Все, для вас серия закончилась. Но я продолжаю снимать буквально с завтрашнего, вернее, после завтрашнего дня новые работы. И это будет просто начало уже следующей серии. Которую я бы очень хотел закончить на каком-то таком серьезном этапе фасадных работ. И очень надеюсь, что там будут все-таки решены некоторые вопросы с тепловыми сетями, с водоподготовкой и другими нюансами. Не забывайте, что лучшая ваша поддержка это лайки, комментарии, подписка на канал, если вы еще этого не сделали. Ну а кто хочет поддержать мое строительство, можете еще и на Patreon подписаться. Всем пока!